господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 760 события дня второзаконие 12 глава 32 стих все что я заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляя к тому и не убавляет того за 11 января 2018 года вот сегодня вот это даже никак не принимать вольному воля вот начинают самое маленькое что-то скажешь сегодня я выдам такую статистику которую вы не увидите ни у кого из тех которые поступают а если будет то она покажется мизерной сравнение с том что вы услышите с тем ксения юрова пишет игнатий тихонович мир вам смотрела сейчас ролик с екатериной голубевой из ульяновска а может ли с ней как-то связаться я хотела пообщаться но в моем мире не смогли найти и не смогла найти я посмотрел и ничего нигде не нашел потому что все выкидываю корзину а из ходит 70 гигабайт отправляю в администрации свои там которые работают я же не закачиваю сам александр мальцев на потом посмотрел еще в одном месте где книги выписывали они и адрес ее нашел и послал там столько благодарности было александр мальцев три часа назад что такое изменено не знаю рад видеть что число подписчиков растет с каждым днем то есть у нас всего пару месяцев тому назад было около семи тысяч подписчиков то на прошлой неделе чуть более 10 тысяч подписчиков а теперь более 11 тысяч человек на самом деле ни один миссионер не имеет такого успеха но это может временно там я еще и не знаю что такое подписчик один раз он может подписываться или несколько раз я вообще за этим не слежу ну подписывается да и подписывается так роман соловьев здравствуйте уважаемый гнатий лапкин большое спасибо за информацию предоставлены вами в наше время не просто найти истины верующих людей тем более общаться с ними храни вас господь то есть первый раз зашел роман кучма священник доброе утро и гнатий тихонович мне запретила церковном начале заменять непонятные слова в евангелии и других местах понятными русским переводом запретили произносить проповедь вот так бог говорит проповедуете они говорят нет отца похоронил отпевал сам прошу молитвы за новопредставленного алексея мы тоже с романом кучма не встречались но я говорил ну я говорю смирись пока ищи другие выходы какие-то не иди поперек церковное начальство выше тебя не может видеть как так сам заменять слова какие слова согласно синодального перевода это один вопрос а не так что самому вздумается то это говоришь на церковное начальство вас заботится роман ну когда там с настоятельности монастыря у вас где было тут они не правы женщина вами командовать начали это никак а то уже церковный подкаблучник будет никак и вы отстояли а потом вас все-таки они там опять зажали смиряйся у бога как-то все это вымерено где-то в другом месте больше проповедуй иди по вагонам там электричкам на флорусе на остановке и говори прихожанам вот приходите в храме и не разрешили то вам почему боятся что вы не там не на то а то иногда проповедовать святых выносить то есть хоть иконы выносить так что смиритесь епископа ему виднее в данном случае он вас не думает что там зажать совсем вот будете занятия проводите там собирать у себя дома тоже никто ничего не скажет кому какое дело это скажи вы превысили полномочия а если дома запретить не запретит если запретить не подчиняется и власти его это приструнят это уже он переход перехватил а в храме он хозяин сказал значит что-то замечено было вы священники вам не разрешают опять я сейчас скажу вы скажете ой как вот мне я мире не ну чтец какое звание то у нас митрополит во время службы мне говорит скажите проповедь и не только здесь я и в америке был где бы ни было и везде одно и то же говорят приезжаю москву я же мирянин погну как не мирянин это такое неправильное слово просто рядовой христианин и точно так же но я проповедую везде ту же стихарь переодевает меня и рус там говорит а как понимать новозаветнюю мысль о том что женатые угодить богу не может с учетом ветхозаветнего жизненного опыта да хотя бы некоторых богом избранных людей взять абраам исаак яков давид соломон которые в свою очередь как раз то и были женатыми людьми а тот факт что они угодили богу даже подтверждать не надо как понимать где логика ну что соломон то тут не угодил как раз соломона и упрекает он безумием стал подкаблучник из подкаблучников а десять сказать тысяча жен было у владимира в я не крутые были расправляться с кем-то а жены женами они были слабые идолоп разрешил и проще согласно правил канонов какие оставила церковь ветхозаветняя соломон должен был умереть измена я отвечаю вот послушайте какой у меня ответ и чем это закончилось он говорит новозаветнюю мы снова заветнюю понимать мысль о том что женатый угодить богу не может я новозаветнюю значит период нового завета это не только по новому завету рустам я говорю у меня нет времени и желания отвечать на все бредни пьяных старух это выдержка златоуста какая логика в том что мужчина в зрелом возрасте не знает содержание святой библии и похоже вполне удовлетворен этим незнанием и причину своего балбесного состояния оправдывает не только леностью но и одержимостью бесовской в гордости и лукавстве но еще и гормональным дисбалансом на бритую образину дело в том что нигде в священном писании нет даже намека на то что женатый угодить богу не может кто так утверждает тот стал проводником бесовских разрушительных еретических нововведений в церкви христовой я это ему написал специально так он не любит это и я знаю его уже переписывать не один день он вспыльчивые решения принимают спонтанно и вот что получилось я дальше пишу 1 тема пей 4 1 дух же то есть дух божий говорит ясно что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским это бесовское учение какое через лицемерие лжесловестиков сожженных в совести своей запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то что бог сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением слушай внимательно русам святость брачного союза апостольское правило 51 дословно если кто епископ или пресвитер или диаконы или вообще из священного чина удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания но по причине гнушения забыв что все добро взяло и что бог созидая человека мужа и жену сотворил их и таким образом хуля клещет на создание или да исправится или или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви також демирянин это говорит и 6 вселенский собор 13 правило анкирский собор 14 гангский 1 2 4 14 21 правило его 21 правило как гангского собора запомните сие же пишем поставляя преграды не тем которые в церкви божия по писанию подвижничество желают но тем которые подвижничество приемлют в повод гордости возносятся на возносится на живущими просто и вопреки писанием и церковным правилам вводят новости изобретатели таким образом мы девство со смирением соединенное чтим и воздержание с честностью и благочестием соблюдаем и приемлем и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем и брачное честное сожительство посчитаем и богатство с правдой и благотворением не уничижаем и простоту и малоценность одежд употребляемых только ради попечения теле не изысканно похваляем вот у меня веет заплаты прямо лопаются от злости то похваляем наоборот православным ли говорить на меня тут один пятидесятный еретик все лещит людей на украине один такой не хочу называть его потому что вся его тут премудрость я думал приехать навести у вас порядок там дезинфекцию то есть издевается не православных зачем же тебе лестят ну посмотрел да все это и вот вы такой-то такой-то там это а сам никого не судите осудил меня после в гриву я не могу его даже поставить сюда кто будет настаивать я могу его сейчас скопировать и поставить но он еще больше раззадорится я не трогаю а жена его все слушает и такая благодарная похваляем а из нежного мягкой одежде хождение отвращаемся вот наоборот от вас церковь отвращается а я живу только так у меня рубашка она на тридцать лет как жена признала и дома божие почитаем и собрание бывающие в них как святые полезные приемлем не заключая благочестия в домах но почитая всякое место созданное во имя божие и хождение в церковь божию на пользу общую приемлем избыточествующие благотворение братья по преданиям посредством церкви нищим бывающие ублажаем и дарить чем вкратце желаем добывает церкви все принятое от божественных писаний и апостольских преданий ганский собор правило первое если кто порицает брак и гнушается верной благочестивой женою совокупляющимся своим мужем или ее порицает как немогущий войти в царстве тот да будет под клятвой то есть проклят апостольское правило 5 51 6 вселенский 13 ганский 4 9 10 14 его девятое правило ганского собора если кто-либо девствует или воздерживается удаляясь от брака как гнушающийся им они ради самой доброты и святыни девства да будет под клятвою то есть одно дело когда воздерживается чтобы быть свободным для бога трудиться а в другое дело когда говорит о женатый не спасется ганский собор правило 14 если какая-нибудь жена оставит мужа отойти восхощет глушая с браком да будет под клятвою ганский собор первое правило ко мне приезжает бабушки прям бабушки уже совсем бабушки восьмой десяток лет уже пора собирается а муж крепкий такой все еще бабку любит ну что делать то говорит ну до того мне это не охота с ним он еще и курит тогда безбожник да коммунист его правило то такое вот так что скрепись потерпи господь учтет о тебе все ну и так и было сергей игнатов мир вам мужи братья спаси христос нашего брата евгения тропко заведя ролик где андрей кураев говоря о богословском наследии сергея иосифовича фуделя затронул соотношение таких понятий как вера во единую святую соборную апостольскую церковь с одной стороны ее очевидное состояние с другой стороны то есть она не соответствует во многом а также внутри церковные этические отношения вот вышел бы на меня андрей кураев то и как раз а в пудр это бы вы побеседовали он говорит уже готовился уйти и говорит жалею скорблю что я бесплоден а у него три дочери почему бесплоден то не одна окружка не создал и по изучению нигде он видел недостатки церкви то многие видят но что сделать а для этого то мы все говорят да 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 деревне там по другое 21000 деревень уже полностью уничтожено пустырь растет ну дальше ты что ничего нету что слабо мы конкретно взяли участок получили землю трудно было власти противились и наконец губернатор к нам склонился законодательное собрание приехали за землю отбивали отбивали прокуратура за нас все-таки получили немножко земли ну немножко а потом еще тут староста взял у него около 300 гектар а сосед рядом добрый человек евгений долгов у того 7600 гектар вот как ну видит дети беспризорные дети везде там курят а что сделали мне вот господь позволил в частном порядке одному ничего это не сделать и люди помогали создать детский трудовой православный лагерь со своим уставом вы знаете 45 лет 45 это половина жизни я отдал детскому лагерю а сколько клевет на меня было уголовные дела возбуждали у меня физическое наказание было я это открыто говорил они приезжают ничего нету наконец фсб занялась представьте фсб приезжает на машине и говорит все уже исследовали они тайно как-то исследовали узнавали спрашивали комиссии тут врачи кандидат наук осматривали хоть бы одно пятнышко нашли как же наказать а дети смеются и говорят вас избивают здесь они горит нет не избивают а наказывают за дела наши а за что матерился я приехал сейчас я не матерюсь я дрался сестренку бил а сейчас я никого не трогаю понятно дети стали свидетельствовать и помпрокурора была жабина елена и она написала слушайте какой язык язык не это система и говорит дети в лагере стане у лапкина чувствует себя прекрасно вот найдите такое что проверка прошла и и такой отзыв дали то а мы не знали друг друга мамонтовские прокуратуры я говорю дети чувствуют себя прекрасно а в барнауле тоже заставили и она пришла с сыном и когда все увидела а может я с кем-то побеседую выбирай любого она побыла и не стала еще а я все это в ролике говорил уже и это еще говорит одна большая дружная семья а потом говорит а вы моего ребенка возьмете в лагерь вот проверки какие почему благодать божия это благодать человеку это невозможно а что действительно наказывали да наказываю платочка нет бежать до тополя ногами топать вещи забывая за станом значит обижать вокруг три раза махать одежды над головой и кричать громко я забываю вещи за станом а мы в это время обедаем на сколько опоздал тебе в рот не попадет все они говорят где-то футбол дорогой шел играл с ребятишками портфель там забыл он ворота означал где а теперь помнит меня учить не надо не надо как александра третьего спросили а почему ты не слушаешь там министр а зачем слушать они меньше меня знают сейчас скажут ой гордиться ой само хвалится так это за свидетельствами документами прокуратуры мало законодательного собрания лапкин вносит большой вклад в нравственное здоровье алтайского края там то другое решение и вот вчера я решил узнать на меня нападает все время каждый день поносит и матерят вот слушайте внимательно слушайте ну благодаря брату никиты а вот колесников у меня здесь я говорю давай найди сколько же на меня нападает кого я занес заблокировал там администрация за этим смотрит тоже но матеряться матерятся по черному там на всякие буквы вот ну и а я тогда когда узнал и тогда узнал что такое отделение воинской уже орфографии 58 человек командует сержант капрал взвод это 46 отделение командует лейтенант тоже также существует и полувзвод а 20 до 48 рота 36 взводов командует старлей старший лейтенант или капитан но это редко а то 60 до 288 человек может быть батальон 34 роты плюс штаб и отдельные спецы оружейник связи снайперы и тому подобное минометный взвод опционально иногда пво и истребители танков птб командует капитан или майор полк 36 батальонов штаб полковая артиллерия пво бтб командует подполковник или полковник это полк я обращу внимание полк бригада несколько батальонов иногда две или три даже полка командует полковник тут уже четко меньше нельзя дивизия несколько полков в том числе артиллерийские возможно танковая служба тыла иногда авиация командует полковник или генерал-майор это 11000 это дивизия дивизия это было у пахоми великого столько мужиков монастыре корпуса то несколько дивизий не указано сколько генерал-майор обязательно ниже нет армия от двух до десяти дивизий две и десять но большая разница все таки дивизии разных родов войск тыловые части ремонтные мастерские и тому подобное генерал-майор и генерал-лейтенант фронт в мирное время военный округ типичных цифр не имеет зависимости от региона военной доктрины политической обстановки и тому подобное самодостаточная структура с резервами складами учебными частями военными училищами и подумал тому подобное генерал-лейтенант или генерал армии даже минуя генерала-полковника взвод это 21 45 рота 60 250 батальон 360 530 человек также зависит от трудовой сполк 36 батальонов около полутора тысяч до двух а то полк бригада обычно до 4 тысяч человек то теперь слушайте внимательно еще раз говорю полк я это специально вы выделяю сейчас тут на ваших глазах вот кто смотрит смотрите как делаю жирным дальше делаю красным светом крашу и увеличиваю в размере полк от полутора до двух тысяч человек у у меня заблокировано вчера назвали три тысячи сто девяносто шесть за какое время я не узнал ну это два полка восстанет на меня полк не убоюсь зла два полка понятно это только заблокированных скажите у кого столько заблокированных которые материли бы ну посмотрите у осипов там или у кого-то этот поет симон ходит хорольский сколько он заблокировал а почему матерки это заметьте я всегда спрашивал там заблокирована эта система блокирует они чтобы я загляну я загляну туда маты ой-ой-ой я вчера мы посмотрели то система автоматически блокирует тысячу пятнадцать худых слов сама и и чуть ли не все сколько тут маленько тут я не так и записал то за одну только букву на три буквы это посчитали мы все это посчитал тут все это умножало и через этот это вообще система блокирует а сколько этих слов то отдельно то что ты упустил на 1 только на три буквы только какие вариации больше ста больше ста там 300 что ли а один пишет добрым плотником подписывается добрый день благодарен богу за ваше внимание к простому человеку все думаю почему господь направляет мой взор на вашу жизнь и служение во славу божью показать нелицемерную веру вашу жизнь открытую перед господом людьми или взирать на кончину жизни подражать вере в любом случае моя встреча с вами хоть и заочно приносит духовный плод в вашем послании ко мне я увидел некоторые предостережения из приведенных вами трех стихов из библии я выделил некоторые интонации объясните будьте добры там местописание приближается гнев до конца ибо никого бог не любит кроме живущих премудростью разделяет ее по своему усмотрению то есть это вот он выделил слова которые заставили его задумываться как они относятся ко мне эпиграфы так у меня на сердце лежит работа с вашими видео вы должны согласиться то есть должны согласиться что материала очень много более 8 тысяч роликов но написал тут так и есть и трудно людям найти что-то сжатое в один кулак у нас есть интересная история с владимиром савченко его знакомство с будущей женой во франции разговоры у по скайпу и наставления пресс и она в потеряевку ваше наставление убедительно ваши просьба не бросать семинарии помощи она в этом деле история трех змеях и предостережение я сон видел в общем если все сжать и смонтировать как небольшой фильм а чистой и святой жизни верующих потеряевки я думаю это будет очень интересно многим верующим мне нужно ваше благословение и разрешение попробовать это сделать если случае вашего одобрения этого проекта весь материал рабочий будет предоставлен полностью вам доступ к рабочему материалу и дополнением будет только у вас видео будет показано только у вас на канале то есть он у себя не будет и только с вашего разрешения спаси христос вот видите как находятся люди не я не спрашивал тем более он друзья просится но так как нет фотографии и фамилии и так и не принимаю его мои правила и все он говорит добрый вечер прошу вас извините игнатий тихонов все думал почему вы не ответили так сказать затянувшийся антракт молчания я скажу что я иногда не отвечает и вообще комментарии как комментировать никогда не комментирую почти никогда на сотню даже может один нету а зачем там все сказано так сказать затянувшийся антракт молчания но не бывает не случайной случайности просмотрел внимательно видео в заглавии близко нет что разбирается конфликтная ситуация в семье савченко бог показал и все на этом молись только это не спор эфесянам 533 жена да боится своего мужа куда иголка туда и нитка и далее стало понятно показать на ролик один почему не нужно монтировать видео об эпопее савченко и иоанны то есть он не дождался ответа и теперь сам отказывается а я просто не было времени ответить я бы ответил предложение это я не видел только прочитал прочитал в этот момент ему пишу а он уже по пятную дал я пишу если все будет комплектоваться без лукавства без тайного намерения навредить то делайте и господь да сохранит вас и благословит на разные темы и из разных видеороликов а их на сегодня у нас девять тысяч двести девяносто один ну ясно дело что будет и больше десять тысяч даже ничего и надо я говорю эти эпиграфы к стихотворению подписанному так пятого января 2006 года игла игнати лапкин то есть за 11 лет до времени получения вами этого письма стихотворения которое было послана мной многим подумать страшно мне сколько лет душили подумать страшно столько лет душили тушили и казнили слово божье это название фильм это стихотворение а как это вас касается это уж что ваша душа подскажет вам я не знаю он пишет добрый плотник спаси христос благодарен богу за вас за ваше внимание к простому человеку слова иисусу христу аллилуйя с богом сара татьяна старшая ждет батюшку и готовит просворы теперь и просит благословения вот так у меня искреннее намерение к вашему свидетельству жизни во христе для меня очень большая честь прикоснуться к вашей нелицемерной вере в жизнь и жизни ведь наша главная задача сделать все для спасения душ человеческих проповедуя о спасительной силе крови иисуса бог как алмаз который сверкает многими гранями искрится разными оттенками красок мы о многом и не догадываемся как господь может нас употребить для свидетельства христа буду молиться чтобы господь показал самое ценное на этом большом столе которая состоит из 9291 ролика и пусть между нами прибудет любовь христова ибо мы отчасти знаем отчасти пророчествуем когда же настанет совершенное тогда то что отчасти прекратится когда я был младенцем то по младенческий говорил по младенческий мысль по младенческий рассуждал а как стал мужем то оставил младенческое теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу теперь знаю я отчасти а тогда познаю подобно как я познан а теперь пребывается и три вера надежда любовь но любовь везде больше анастасия мир вам игнатий тихонович с божьей помощью я сдала сессию тариф к ревека вы писали что нужно сделать книги виде ролика если еще актуально напишите я пишу уже сделано благодарю за намерение на господи христос сергей игнатов слава христу это все за один день из проповедей нашего во христе учителя я понял что для изучения контрактно конкретного вопроса который возникает при чтении святой библии нужно уметь найти в ней все что в ней написано по данному вопросу и соединить все воедино при этом не самому пытаться выяснять суть вопроса узнать у святых учителей церкви как они толкуют его хорошим подспорьем в исследовании святых писаний является составлено них симфонии или предметный указатель я для себя такой составил на евангелие и псалтырь во как а вот там где рустам говорил я ему написал то что где кто запрещал то он меня сразу занес черный список вот нервный какой человек завин занес закрыл связь заблокировал я ему ни разу самостоятельно и не писал только отвечал уже второй раз меня заносит ну какая-то дружба если ты вот я не дал ответ вот этот добрый плотник то он не изменился наоборот стал себя исследовать а здесь нет нервный это никуда не годится и крест надеваю говорит храм не хочу сходить снимаю крест а да нормально у меня но явно это беснование он когда читает библию просто так а с толкованием них и не могу считать это все признаки беснования одержимого демонизмом сергей пупков пишет вот тут на главном сайте православия ру фотография где наш батюшка отец аким лапкин крестит в полное погружение евгений тропко фотографию с батюшкой и акимом прикрепили потому что фотографии крещения живая батюшка заходит в воду вместе с крещаемым не брезгую намочить и запачкать в речной воде священническую рясу батюшка заходя почти по грудь в воду вместе с крещаемым показывает этим что он полностью соучаствует таинстве крещения крещения крещаемого это и делает эту фотографию живой истиной ведь батюшка мог бы как-то и на коленях с мостика рукой погружать в воду чтобы не намочиться ты остаться сухим но такое у него было когда был холод такой уже осень один человек опоздавший еще он полезет но фотография тогда бы выглядела по-другому и в другом формате и возможно бы не привлекла к ее публикации на сайте среди религиозного фальши и неискренности в сегодняшнем христианстве люди ищут эти живые веточки покрытой зеленью духовной жизни на древе под названием православия фотографии крещения с батюшкой акимом отображает эту зеленую веточку среди многих ветвей уже давно засохших на древе христианство татьяна оружейникова 14 минут назад молю бога чтобы он дал долгой жизни игнатию тихонов еще он центр всех и всего умнейший добросовестнейший счастнейший сколько в нем душевных физических сил любит людей которые рядом с ним заботиться он мозг я счастлива что узнал о таком человеке смотрю все видео подряд здоровья вам не знаю я ее не переписывался просто взял отсюда вчера она зашла марина старцева все поняли правильно убогое жилище у бога я жилище у лапкина и это ли не чудо а про владимира путина когда спросил этот еретик там зашел а чтобы так у вас и было в комнате если он пришел то есть надмивается приехал бандрищи тут руки возлагали кто тебе позволил бы от еретика принимать какие-то исцеления и право владимира путина игнатий тихонович ответ дал еще год назад своих роликах цитирую если бы путин ко мне пришел я бы ему дал пару кирзовых сапог и сказал пойдем володя проповедовать пойдем володя проповедовать наш президент намного умнее чем многие о нем думают не удивить его роскоши дворцов он много чего видел и знает игнатия тихоновича ничто его бы не смутило потому что как мудрейший он мужик с большой буквы и настоящий в отличие от бумажных профурсеток и много восклицательных знаков попросите ну да восклицательных кто им мешает с ватной палочкой в их домах смывы делать у меня делает это как говорил мой дед несуй свой нос куда собака другое место не совала но тут ко мне попросился в друг друзья я не знал что не друзьях роман фроликов и говорит какие у него влечения урана политизм урана политизм но некоторые не знают я показал от греческого это небо вот и учение утверждающие главенство божественных законов над земными примат любви к богу его небесному царству за всеми естественными греховными стремлениями человека урана политизм утверждает что главным родством является родство не по крови или стране происхождения родство во христе урана политизм утверждает урана политизм что христиане не имеют здесь вечного награжданства но ищут будущего царства бога и потому не могут ничему на земле отдавать свое сердце урана политизм утверждает, что в смертном мире христиане странники и пришельцы, а их родина на небе. Фроликов. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Конечно, скоро конец, если мы, христиане, безосновательно говорим друг на друга оскорбления. Ты болен психически. Так сказать, на любого человека, это значит заклеймить его на всю его жизнь. Если сказать про человека, ты уголовник, то это такое же клеймо на всю жизнь. Даже когда пройдет много лет, человеку будут это припоминать. И людям не важно, по какой статье осудили. И не важно, справедливо или нет, важен сам факт осуждения. И люди представляют себе при словах уголовник или психически болен самое худшее, что может быть. Не меньше. Не суди, но не судим будешь. Кто скажет на человека пустой человек, подлежит Синедриону. Кто скажет на человека рака, подлежит гиене огненной. Если вы считаете по-другому, прошу написать мне лично. С уважением к делам, рук ваших, роман, фроликов. Ну, лично написать я написал, но это мой ответ. И вы вышли тоже. Тайна какая тут. Я скажу вам, не надо от этого болеть. Вы меня правильно вышли. Мне не только сказали, меня поставили слаботекущая там, или какая шизофрения. Я 26 лет под этим клеймом был. И настоятель все время всем говорил, он больной, больной. Его уже давно нет, я работаю. И все это сгинуло. Вот сейчас только, ну, подсчитал, еще раз говорю, таких вот, которые на меня, там, ну, что-то там говорят, там против. Вот я сегодня уже показал. 3196. До сегодня уже 10 пришло. 96. Это 3200 будет. Два полка. Ничего. Переможем. Переможем. Не суди, да не суди. Да это я не должен судить. А не то, что написано, вы меня не судите. Как одна пришла и говорит, ну, дайте мне. Вот почему вот творог, сметану продаете, деревенские, приезжает в город. Вы должны бесплатно раздавать. То есть, приехать 150 километров, корову держать и бесплатно раздавать. А почему? А написано, блажение давать, чем брать. Вот хотите быть блаженными, давайте мне. Ну, вот так понимать, то да. Ну, а что она должна давать, она не знает. И вот сегодня интересное объявление. В ирландских храмах отказались прищищаться из-за одной чаши из-за боязни гриппа. Я не говорю, что неправильно или правильно. Ну, узнать сначала как. 9 января. 70 тысяч случаев заболевания, что более чем в два раза больше, чем в 16-м году. Должные лица, должностные здравоохранения говорят, что зарегистрировано 72 смертельных случая, причиной которых стал грипп. Вот это да. Вирус H3N2, который также упоминается, как австралийский грипп, или распространился во всей Великобритании и Ирландии в последние недели. В заявлении епископа Ноэля Три Норы говорится, кавычки, получив медицинскую консультацию относительно возрастающего риска и воздействия австралийского гриппа, епархия Дауна и Конора решила реактивировать меры предосторожности первоначально установленной епархии в ответ на эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Всем прихожанам напомнили о практике гигиены, рекомендованной органам здравоохранения. Прихожанам предлагается использовать дезинфицирующие гели для рук и мыть руки с мылом, чтобы свести к минимуму риск заражения. А у нас и не принято в дорогу здороваться, у нас этого и нет. Но с неверующими тут, когда приходят, тогда и поздороваются. Если у кого-либо проявляются симптомы гриппа, им следует оставаться дома и следовать рекомендациям своего врача. Я был в краевой администрации, ну и женщина одна мне помогала, она бывший парторг одного из районов. И руку протягивает, я говорю, знаете, не положено у нас женщины за руку, за роти. Да как так? Вы ко мне пришли по своему делу? Я говорю, не обижайтесь. Ну, не положено-то. Она, ладно, руки вытянули и пошла. Обычный знак мирного рукопожатия, которым обмениваются во время массовых мероприятий, приостанавливается до тех пор, пока риск заражения значительно не уменьшится. Для тех, кто страдает нарушением пищеварения, будут предприняты дополнительные меры, такие как отдельные чаши. Необходимо проконтролировать, чтобы все священники использовали спирто, содержащий гели для рук или мыли руки в теплой мыльной воде, в теплой, перед Мессой и после Святого Причастия, чтобы свести к минимуму риск заражения. Эти меры предосторожности являются временными и будут пересматриваться. И вот тут дали указание, было время закрыть храм, потому что эпидемия идет. А был тут у нас архиепископ Новосибирский Барнавульский, грек Павел, маленький такой, ростом и все, он сразу же ему отпарировал. Когда вы все кинотеатры закроете и места своих где собираетесь, тогда ей церковь прикроет и все, они отстали от него. Ну, он отстоял, ни одного храма не закрыл. Ну, их было-то там, а эпархия была большая, Новосибирская область, Алтайский край, Томская, Красноярская и Тува. А сейчас везде свои эпархии, да еще и Барнаульскую разбили, Алтайскую, еще тут четыре, считая с архиереем три. Ну, вот на сегодня можно сказать все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok